Привет всем, с вами Нород и научное прохождение игры Loop Hero. На небе гаснут звезды, одна за одной. Но никто не способен заметить это, никто не способен предотвратить. Я спешу к месту последнего шанса. Нужно успеть, прежде чем... Прежде чем станет слишком поздно. Звуки агонии утихнут быстро. Мир будет уничтожен, даже память о нем будет стерта. Пускай вернуть все совершенно невозможно. Найдется тот, кто захочет совершить невозможное. Месте без пространства. Без времени. Без воспоминаний. Но где я? Ничего не видно, кроме этой тропинки. Голова раскалывается. Помню только скелет с плоском в небе. Эта тьма исходила от него. Он уничтожил все вокруг. Стоя на одном месте, многого не добьешься. Чтобы переключиться между режимами путешествия, передвижения по карте и планирования, остановиться. Нажмите на переключатель, правую кнопку мыши или пробел. Продолжите путь, переключив режим игры. Улан. Где бы правый кнопку мыши? Надеюсь, ночь не застанет меня в пути. Хотя, о какой ночь может идти речь, если даже не боять? Это мы. Обратите внимание на индикаторы дня вверху. Шкала дня. В конце дня, как правило, появляются новые противники. Продолжите путь, переключив режим игры. Живой ком слизи. Никакого спасу от них. Переваривают все, что могут. Эй, я смог вспомнить это существо. Возможно, мне просто нужно освежить память, и все придет в норму. Путешествия, бой и большинство других действий осуществляются автоматически. Игрок не влияет на эти события напрямую. Нажмите в любом месте, чтобы продолжить. Урон. А вот наш параметр урона 4-6. Драться голым руками не так просто. Кажется, в остатках этой твари есть недоеденное оружие. У вас есть инвентарь и ячейка для предмета. Вы знаете, что делать. Теперь уйти в предмет, чтобы продолжить. Роща. Топор. Урон 4-6. Кажется, я начинаю припоминать, что неподалеку должна быть роща. Это вообще в мои воспоминания или этого слизня? Так, урон увеличился. С помощью выпадающих из противников карт вы можете дополнять игровое пространство различными объектами. Для этого и нужен режим планирования. Перетащите карту на подходящее место, чтобы вспомнить местность. Роща. Шелест листвует, треск сухих веток и несколько пристальных взглядов в спину. Раз в два дня создает крыса волка. Волк может убежать на соседнюю карту. Да. Пустырь. Здесь абсолютно ничего нет. Ну, кроме слизней. Раз в день с вероятностью 5% создает слизня. Хорошо, продолжите путь. Скорость игры не влияет на скорость боя. Тап. А потом быстрее будет бегать. Крыса волк. Здоровье 8 из 16. Атака 3 из 42. Атака в секунду. Атака в секунду 075. Живое с душой. Не посмотреть. Герой. Плюс 6% форума. Если снять. Снять нельзя. Лесной крыса волк. Я был прав. Немного личных переживаний, ярких образов и острых ощущений. И все забудется, как страшный сон. Вспомнится, как страж. Да блин. Хорошо, что этого никто не слышал. В сражении вы получаете новый предмет, а также новые карты. Думаю, вы это уже усвоили. Некоторые предметы обладают уникальными свойствами, как и большинство карт. Наведя курсор на предмет или карту, вы всегда можете изучить их как следует. Экипируйте новое оружие, а также разместите новые карты на игровом поле, чтобы продолжить. Так, урон 4-6 такой же, урон по всем 2. Урон по всем 2. Скала. Ее величественный вид придает сил. Плюс 2 здоровья, еще плюс 2 за каждую гору или скалу по соседству. Лес. Густой лес. Кто знает, кто или что там водится. Заставляет вас немного нервничать. Плюс 1% к скорости атаки героя. Так, ну да. Отлично. Там была гора, а тут лес. Мир почти как новенький. Немного камней и веток в моем рюкзаке. Прямое тому подтверждение. За некоторые свои действия вы получаете ресурсы, которые пригодятся вам в дальнейшем. Не прямо сейчас. Но это не помешает вам взглянуть на них и узнать их количество. Продолжите путь, переключив режим. Игры. Показать сквейт собранные в этой экспедиции ресурсы и предметы. Обильная древесина. Кусок полена, умудрившийся сохранить свою структурную целостность в условиях всеобщего хаоса. Целевший камень. Видимо проклятие Лича его не тронуло. Поэтому он подходит для строительства в условиях всеобщей уморфности. Так, у нас новый день. Будет не лишним немного отдохнуть. Игра стоит исхождение по зацикленному пути. Только вам решать, когда герой должен вернуться в лагерях. Вам, либо клыкам и когтям ваших врагов. Отступив в лагерь можно почти всегда. Но специальная анимация дознать, когда это сделать безопаснее всего. Отступите в лагерь, нажав на кнопку. Вернуться в лагерь. Зажать, включить автовозврат. Остра. Вашу голову закрылась мысль сбежать с поля боя в уютный лагерь. Лагерь совсем близко. Как же вовремя вас посетила эта мысль? При побеге вы забираете все добытые ресурсы. Вы потеряете ничего. Стало, 0-1. Вы сохраните. Отступить. Здесь темно и холодно. Небольшой костер исправит? Убейте проблемы. Удобное место, чтобы разбить лагерь. Тут вам и пригодятся ресурсы, добытые в походах. Надо же, у вас хватает довесения камней, чтобы разжечь костер. Вот так совпадение. Разжигите костер, используя строительство в лагере. Жмите на кнопку строительства, выберите костер и разместите его. Строить. Костер. Костер. Это обыкновенный костер, теплый и уютный. Монстры к нему не подходят, так что тут всегда можно немного отдохнуть от приключений. По совместительству центр лагеря и отправная точка вашего путешествия. При попадании на клетку с костром, герой лечится на 20% от максимального здоровья. Так, удобное место. Только сюда. Поздравляем. Вы победили это назойливое обучение. Отправляйтесь в свою первую экспедицию. Или не отправляйтесь, как хотите. Нажмите ли вы его вместе, чтобы завершить обучение. Костер. Строить. Ничего не сможем. Полевая кухня. Хижина. Травницы. Кузня. Много всего. Экспедиция. Не экспедиция. Начать. Новое достижение, новое начало. Эта дорога все не так. Я же помню. Будто совсем другое место и снова совершенно пустое. Есть ли смысл в том, что я делаю? Как будто у меня есть выбор. Если, чтобы спасти мир, нужно сдаться и нить, то я худший спаситель из возможных. За дело. Так, оружие у нас все по нулям. Все заново. Скорость осталась. Урон 4.6. Комнический урон 2. Кольцо. Меч. То же самое. Продавать нельзя. Так, правая рука мыши. Что у нас тут? Скала. Куда-нибудь. Лук. Земляной массив, покрытый травяным ковром. Ничего интересного, если ты не коров. В начале каждого дня лечат 2 здоровья. Каждого дня. Так, не знаю, куда-нибудь. Другое место. Паучий паук. Шелковый бастион восьмилапых охотников. Раз в день создают паука на соседней клетке. А зачем? Так, шкала дня. Шкала заполнения заполненности. Так, вернись. Я не успел прочитать. Пола заполненности карты. При достижении максимума на клетке с костром появится босс главы. То есть для этого надо размещать. Так, у нас здесь костер. Мы идем против часовой. Я думаю, где-нибудь в начале надо ставить. Соседний карты. Соседние клетки. Как либо тут что-то появился. Поле битвы. Пахнет кровью и сталью. В начале каждого круга создает сундук. Враги на смежных клетках могут стать призраками. Так, на смежных. Вокруг. Так, именно враги. Это хорошо или плохо? Ну, допустим, пускай вот эти станут призраками. Мы как раз круг пройдем. Смотрим. Что будет. Новое достижение. Первая кровь. Так, мы когда наводим, у нас на паузу ставится. Настройка такой была. Четчик пройденных кругов. Влияет на уровень противников, влияет на уровень добытого снаряжения. Чем больше мы пройдем кругов, тем будет все круче. Скорость атаки плюс четыре. Так, берем. Так, сейчас нельзя. Надо ставить паузу. Лук. Права. Права. Лук. Кладбище. Место с мертвыми и изредка с живыми. Раз в три дня создает скелеты. Так, ну это сюда же пускай все. А, может прямо на карту. Первым пускай будет. Здесь будут пауки и скелеты. Роща. Шелест листвует резко сухих веток и несколько пристальных взглядов спины. Так, раз в два дня создает крыса-волка. Которого мы уже ставили где-то. Хотел начало будем ставить. Щит. Защита четыре. Смайль здоровья плюс восемнадцать. У нас обскалывали. Скала, лук. Лук это у нас получается так. Здоровье в день плюс восемь. Гора. Гора. Скала, она очень большая. Плюс пять здоровья за каждую гору или скалу по соседству. У нас сейчас здоровье 268. 283. Так, это на пятнадцать, да? А по идее плюс пять. А если считать за эти плюс пять. Хотя от этих тоже плюс два идут. Не знаю, где считается. Сумируется все. Бежим. Дорожный фонарь. Небольшой островок света в этом мрачном мире. Уменьшает максимальное количество монстров на соседних клетках. Эффект фонарей сумерился. Так, у нас крутые здесь, по-моему. И так бы стать. Так, и паучьи. Здесь. Сундук. Предмет. Уж самое. О, он внешне меняет его. Нет, внешне не меняет. Защита шесть. Магический урон четыре. Максимальное здоровье 84. Шесть. Защита два. Три генерации в секунду. Вампиризм. Маяк. Маяк. Бесполезный ориентир в мире без маршрутов. Плюс 40% скорости приближения в зоне действия. Плюс 20% скорости атаки всех отрядов. Так, то есть плюс 20% скорости атаки везде. Скорости атаки плюс четыре. Так, надо кто поставить, чтобы он больше клеток захватывал. Вот здесь хорошо. Скорости атаки также плюс четыре осталось. Либо в зоне будет плюс 20%, либо по всей карте. Без понятия. Так, вот еще собираем. Стабильный форост. Веточки памяти которых, на удивление, не утрачиваются само собой. 12 веточек складываются в брусок стабильнее древесина. Паек. Небольшое количество еды, как это ни поразительно, и можно в самом деле наесться. Теперь это редкость. 12 паеков складываются в целый продуктовый запас. Неселевшая щебенка. Кусочки по ней запомнившие, как выглядел старый мир. Взяв их в руки, можно смутно его приполнять одной секунды-другую. 10 кусочков щебенки складываются в один сохранившийся камень. Так, вот много всякого нам лутали. Так, гора. Сюда. Роща. Крыса-волка. Начало. Луга. Скала. Кладбище. Келет. Особняк вампиров. Сквозь дырки в крышах видны голодные глаза. В боях на соседних клетках появляются вампиров. Мощное такое начало. Поле битвы. В начале каждого круга создается в сундук. Так, ну в принципе, у каждого круга надо что-то подальше куда-нибудь поставить. Или тут? Рядышком. Так, у нас всего лишь два круга пройдено. Или второй круг. Наверное, второй круг. Просто третий начался. Так, уже врагов побольше. 48 здоровья. Живой-живой нежить. Свет маяка увеличивает скорость атаки всех существ на 20%. Так, вот у нас свет маяка действует. Поле битвы. Шанс 2 просочатся с враги с душой и после смерти переродятся в призрака. Ну это хорошо, наверное, только для того, что мы не сможем повышать какую-то шмотку. Так, максимально здоровье контур-удар. Так, было по половине метра. Урон 14-22. Урон 14-22. Берем. У нас призрак был. Снова две дары выпал. Так, я же пал вставил. Так, из сундука предметы. Защита 9-3. Реген. Уклонение. Реген в секунду. Нам надо хп восстановить. То есть регены на лучшее, чем все какие-то уроны, криты. Это восстановилось. Скала. Горный пик. Каменный исполин способен удержать даже небесный свод. Не исчезнет от без следа. Плюс 120 здоровья, еще плюс 5 здоровья за каждую гору или скалу по соседству. Создают гарпию раз в два дня. 160 здоровья. Скала 70. 90. Будем рядом стоять. Так, хуже. Сюда, чтобы поставить маяк. Это маяк. Сюда бы хорошо его поставить. Ну, здесь хорошо. Особняк вампиров. Нам все же тяжеловато. Ставим, наверное, в этот город свалить. Мы уже набрали что? Одну древесину и один камень. При этом мы что-то построим. Назад человек. Вампир, где ваша земля? Если вашим крестьянам нужна защита, я помогу. Нет больше ни земель, ни паствы. Только сотни лет пустоты. И сотни лет голода. Спасать пока можешь. Я не знаю, как долго смогу сохранять чистоту рассудка. О каких сотнях лет ты говоришь? Твой разум легко обмануть. Но не мой голод. Он требует свое. Каждый глоток, каждая капля пойдет в уплату долга. Я слишком ослаб. Но ты можешь помочь мне. И тогда я приведу в порядок этот раскрошенный мир. Верно. Я делаю это не для себя. Но для всех. Во благо. Поэтому будь благодарным за мои труды. И просто дай выжрать тебя до чиста. До чиста. 30% вампиризма. Нечет вампирствует с душой. Так, здесь у нас аура вампиризма. Все враги, кроме предметов и искусственных, получают эффекты вампиризма 10%. Сна. Так, 14. Защита. Ненитильная. Ручок. Вампиры часто владели нашими землями, хранили порядок и обеспечивали процветание своим поселениям. Но это никуда не годится. Теперь это бледные копии себя бывших, что силой, что разума. Видимо, кровь прочих существ непригодна им в пищу. Но он не шутил про голод. Даже те создания, что находятся рядом с ним, пропитаны силой поглощать чужую жизнь. Стой. Откуда тут гоблин? Не помню, чтобы вас вспоминал. Мы сами себя вспомнили. Отдай все. Вдыхает. Вы совсем не понимаете, что происходит? Лучше помогите восстановить порядок в мире, а уж дальше творите, что вздумается. Гоблин грабит. Нет другого порядка в этом мире. Справедливо. Пожалуй, у меня не найдется достойного контраргумента. Ох, подожди, есть один. Как насчет? Ладно. Хорошо, что-то сделать с хп. Странно. Эти существа просочились сюда самостоятельно. Может, все не так уж паршиво, и мир сам стремится вернуть себе прежний облик. Или это значит, что некоторых паразитов даже концом света не вывести. Вставляем скалы. Лука. Руще. Забвение. Сгусток магии лечат. Вставляет мир забыть о чем угодно. Стирает любые установленные карты, стирает монстров в дороге. Так, монстров в дороге. Лагерь гоблинов. Подлые удары в спину слышны за милю отсюда. Раз в день создает на соседней клетке гоблинов. Возникает за каждые 10 гор скал. Так, то есть мы этих 10 поставили. Мы их можем сейчас стереть. Вот так вот. Дорожный фонарь. Так, увеличает количество монстров. Это надо куда-то вот прямо в центр. Так он не зацепит. Оно у нас здесь один стоит. Так вот, надо куда-то сюда бы. Я не поставил слой, а потом поставил. Пока монстров не будем создавать, потому что у нас не так много. Уклонение вампиризм. Либо регент в секунду. Либо вампиризм. У нас вампиризм где-то сколько. У нас вообще его нет. Так, но в секунду неплохо. Мне кажется, будет лучше, что вампиризм. У нас фронта 18-28, то есть 8% это ни о чем. По одному, по два. Пускай будет лучше в секунду. Тем более, даже в бою действует. Кто-то летел. Цвет маяка. Увеличивает скорость от всех существ на 20%. Так, у нас здесь маяк. Сейчас посмотрим. Не посмотрим. Надо вот на этих напасть. Мы до них не дойдем. Мы сейчас сбежим в город. Казна. Толстые стены стерегуют сокровища от случайных воров и бывших владельцев. При застройке соседних клеток даст случайный ресурс. Нельзя строить рядом с чем-либо. То есть надо его вокруг него построить. Туда-сюда. Нам еще вокруг него горы не застроить, потому что это фигня нужно. Девять одинаковых домов. Получается, вуган строить вокруг него. Понарь докинет. Как раз таки есть монстры. Нет. Что нет? Хочешь собрать мир? Хочешь посопросить помощи? Наш ответ нет. Как ты? Почему нет? Мы видим далеко. Видим вглубь. Вместо неба долгое время плотная пустота. Но это не мешает нам видеть. Твое спасение мира однобока и прямолинейно. Каждый видит спасение мира по-своему. И вот почему никто и никогда не присоединится к тебе. Хорошо. Я не до конца понимаю, но поделись своим вариантом. Что такое спасти мир для тебя? Мое потомство и мой род. Пусть крепнет и живет. Участвует в круговороте жизни и смерти. Это и есть жизнь. Это и есть мир. Я убью тебя и скормлю мясо оголодавшим птенцам. Так жизнь продолжится дальше. А сколько жизни порождает твой клинок? Убивая снова и снова. Одну. Я вовсе не желаю твоим детям голодной смерти. И не желаю смерти для их матери. Прошу, одумайся. Если моя миссия окончится успехом, в гарпии будет все небо на свете и охотничьи уводят до самого горизонта. Я не могу насытить голодные рты твоими обещаниями. Прощай. Гарпия, здоровье 42. Ой, это ты прощай. 42 хэпэ. Паршивое чувство. Исправляя одно зло, я становлюсь источником другого. Для гарпии нет дома, кроме самых высоких гор. Но бой, но пищи там мало. Если и гора была отрезана от реальности, не представляю, как им удалось выжить. Так, ставим паузу. Защиты мало. Так, а мы многого-то не собрали. Казна. Еще одна казна. Сюда надо поставим. Цветущий лук. Цветы тонко чувствуют целостность мира, реагируя бурным цветением и приятным ароматом. В начале каждого дня лечит три здоровья. Есть два. Если его ставить рядом с чем-то, либо отказно зависит. Так, видимо, только крестиком. Так, ладно. Лагерь. Не надо щетинить. Сейчас можем убежать. Вы забираете все добытые ресурсы. А, то есть вы сохраняете и маленькие всякие хворосты. Тогда-да-да-да, уходи. Поверить не могу. Эй, слушайте все. Мальчишка смог вернуться. Ты кто? Выжившие? Неужели я больше не один? Расскажите, откуда вы? Осталось ли место без тьмы? Мы не знаем, откуда мы. Или не помним. Где, кого ты видишь, небольшая горсть, оставшаяся от группы. Наверное. Вы не уверены? Да, мы сделали такой вывод по бесхозному багажу и неиспользованным суточным пайкам. Каждый день новые признаки присутствия людей, которых с нами, как все считают, нет и никогда не было. Будто мы их забыли. Забыли? Именно. Будто каждый день пропадали люди, а мы их моментально забывали. Как и то, откуда мы родом. Забыли своих родных. Себя в каком-то роде. Меня зовут Йота. Йота. Это то немногое, что я помню. У остальных с памятью не лучше. Вот почему я так мало помню о себе. Все забыто. Погоди, ты сказала, смог вернуться. Значит, вы запомнили, что я отсюда уходил. И вот почему это событие для нас всех. Мы успели застать твой уход, но ты скрылся из виду раньше, чем мы приблизились. Слушай, мы больше не в силах скитаться в этой пустоте. Тут есть костер и пара мест для спальных мешков. Неслыханная роскошь в этих потемках. Ты не против? Конечно. Я буду благодарен, если мы объединимся. Я хочу вернуть все на свои места и даже начать вспоминать мир, каким он был раньше. Но без других людей все это не имело бы смысла. А еще без других людей слишком одиноко. Вспоминать мир, пока не понимая, что ты имеешь в виду. Усталость сказывается. Но мы будем рады, если ты поможешь. И будем рады помочь тебе. Только не проси нас идти с тобой. Я не знаю, как тебе удалось вернуться, но для нас покидать группу рискованно. И я не стану просить ни о чем таком. Пока я просто хочу возвращаться в место, где будут звучать голоса людей. Но мы не шутили о помощи. Вот то немногое, что пережило. Пережило катастрофу и не исчезает. Не забывается. Возьми, тебе это может пригодиться. А, ну что? Палатки выживших. Палатчный лагерь, занятый устаршими людьми и их скульными имуществом. Нельзя снести, но жители с радостью переселятся, если построить им парочку жилищ. Сами построить. Костер. Так, что мы можем устроить? Нас хватает на полевую кухню. Здесь надо продуктовый запас. Класс, пока описание не будем читать. Полевая кухня. Крайне важное место в любом лагере. Если ваш нос не врет, здесь подают что-то съедобное. Плюс 10% клетчащих из силикостра. Открывает карту Кровавая ручья. Так, можно рядом с собой построить. Я не знаю, куда важнее построить. Останемся. Новое достижение первого кирпичника. Хочешь знать, как отличить хорошего повара от плохого? Еду хорошего повара приятно кушать. Что ждал более экстравагантного ответа? Иногда все довольно просто. Странный повар. К примеру, у меня тут котел, очаг, пара ножей, ведро картофеля, три луковицы и немного ветчины. Ничего особенного. Очень просто. Надай мне пару минут, и запах наваристого рагу. Ухватит. За ноздри каждого в этом лагере и притащит за мой обеденный стол. Какие-то цифрыки 1. 1. Это, видимо, улучшение. Улучшить строение. Доступны ячейки снабжения под инструменты. Максимум. Максимум. Экипируемых предметов. 1. Так, улучшить я не смогу. Улучшение удаст плюс 8 разокричащие силы костра и ячейки под предметы лагеря. Лагеря. Я не знаю, что за предмет в лагере. Какой бы на ресурс все равно хватает. Разобрать строение. Хочется. Показать скрыть. Не одна. Так, мы увидим, надо идти в экспедицию. Глава 1. Враги имеют 0.1 свойств. Сила врагов минус 5%. Рост силы врагов плюс 2%. Законит каждого целого ресурса не более 10. То есть больше 10 мы не сможем с собой забрать. Класс воин. Класс, не имеющий особых преимуществ или недостатков. Обладает наилучшей живучестью в сравнении с прочими классами. Плюс 2% к урону каждую секунду боя. Дополнительные характеристики класса. Урон, скорость атаки. Урон по всем. Контратака. Процент. Это в числе 8 штук. Описание. Регенерация, вампиризм, поворот, защита. Тут у нас 4 ячейки. Доступные. Эти мы не сможем наделать. Так, это наши карты, которые нам попадаются. Меню подбора колоды. 2, 4, 2, 3. 2, 2, 1. Всего у нас доступно 2. Это сколько мы с собой взяли? 7, 12. Видимо, минимум можно взять 7, 5. Можем садиться, чтобы пойти. Вести не можем. Так, этот мы можем взять. Походу только если. Последний. Почему так? В общем, сразу нельзя взять. Ну, ладно. Трововая роща. Живой лес. Питается раненными обитателями соседних клеток. Из-за останков может родиться что-то ужасное. Ставится рядом с лесами у дороги. Порни пожирают врагов, у которых менее 15% здоровья. Врагов. А мы являемся врагами. Лекарней. Кала-гора. Лук. Забрение. Это мы все видели, это мы все использовали. Хорошо. Повторяйте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Прог 아니라.